я думаю что фендер крутые потому что у них так много различных бас-гитар и эти разные фендеры для разных гитаристов и поэтому вы можете начать с одного фендера и двинуться дальше мне начать типа я сая грей я играю на басу это глупо я держу бас понимаете о чем я когда я впервые села с этой бас-гитары я сразу заметила си-образный гриф на нем действительно удобно играть и к нему очень легко привыкнуть и это здорово он очень удобен для начинающих и плавность движений вдоль грифа действительно потрясающий он такой тонкий но тем не менее он также очень классно звучит мне кажется пи бас привлек меня потому что я преимущественно слушаю r&b и это то как звучит бас для меня я думаю что пи бас очень традиционный у него очень богатая история и поэтому важно начать с него как с бас базы я начала с пи бас потому что это классический способ начать изучение бас-гитары и я думаю что действительно важно сначала попробовать инструмент что крутого в нем так это традиционная эстетика у него также есть немного современных черт что в общем тоже здорово у нас есть новые звукосниматели player series которые по факту звучат как олдскульные традиционные звукосниматели пи бас вы не сможете получить звучание пи бас с помощью других бас-гитар ну просто так оно есть дека очень удобная потому что помимо всего прочего она небольшая ощущение почти как аджей бейс но в то же время она ощущается как традиционный пи бас что очень круто для новичков действительно важно начинать с самых основ ведь потом будет проще играть песни как они есть и поскольку в конечном итоге при поиске работы я думаю что играть на концертах это важнее чем что-либо еще когда я слышу фендер я слышу историю так много лет и гитаристов прошло через фендер практически у каждого человека которого я знаю где-то поблизости есть фендер либо аутскульный или по современной это просто классический бас